Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 22 сентября. Наконец мы дошли до томата, который не предназначен для употребления, вот как в свежем виде, а который предназначен для длительного хранения. И у него указано, что он может храниться 3 или 4 месяца, но при определенных условиях я буду в подвал спускать. Это томат новогодний под номером 726. Сейчас тема хранения томатов очень актуальна, потому что осень, как раз мы укладываем все на хранение. Но вот этот томат, он вызывает неоднозначную реакцию и нет о нем однозначного мнения плохого или хорошего у огородников. Я сегодня ничего только про него не прочитала в интернете, что это не томат, а чудо-юдо, что не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, никакого, что на томат не похож. Но кто-то пишет, что зимой все-таки на Новый год, если его кушать, то он лучше по вкусовым качествам, чем магазинные, в это же время привозные. А я хочу в этом году просто чисто вырастила его для того, чтобы посмотреть, все-таки обязательно ли выращивать томат именно специальный для зимнего хранения. Или для этого достаточно просто выбрать какой-то сорт, вот как я сейчас рассказывала про сибирский гроздевой, пипочка сызранская, не агара. Это тот, который с прочной, с плотной шкуркой, тот, который с повышенным содержанием сухих веществ, тот, который указано, что для длительного хранения, для консервации. Ну короче, какой томат выиграет или уложить на хранение простой и покушать его через 2-3 месяца, или вот такой специальный. Если про этот новогодний, сейчас, если по характеристикам пройтись, то это индетерминантный сорт, он у меня в теплице вырос очень большой. Написано, что может плодоносить и в открытом грунте, и в теплицах, что у него поздний срок созревания, и что этот срок 140 дней. Это очень много. У нас обычно 90, 110, 120, а это 140 дней. И про него написано, что его не нужно ждать полной зрелости, нужно его срывать, как вот в фазе такой, или в молочной зрелости, или как она называется, фаза меланжевой зрелости. Ну короче, я специально его посадила позже, специально высадила позже, и сорвала в том виде, когда он еще как колотушка. Он как колотушка. Какие-то вообще только начали, а какие-то чуть-чуть. Я не знаю, что с него выйдет, но, по крайней мере, я буду знать точно не из комментариев каких-то, из интернета от людей, что это сорт плохой, это невкусный никакой. Я узнаю сама, и тогда уже буду точно знать, стоит вот такие сорта именно для зимнего хранения выращивать. Или можно обойтись нашим, вот, например, сибирскими вот этими сортами, которые хранятся очень долго. У меня в прошлом году хранился перцевидный, оранжевый перцевидный, желтый, по несколько месяцев, 2-2,5 месяца. Они не потеряли вкуса, они были хорошие, вкусные, их можно было кушать. И тем более для употребления вот в кулинарии, для приготовления различных блюд, мясных, супов, они идеально шли. Ну, посмотрим, новогодний оправдает свое или на свое, или нет. Во-первых, долежит ли он до Нового года. И, во-вторых, захочется ли нам на новогодний стол его положить и во время новогоднего праздника его покушать. А может быть, мы положим совсем другие томаты, а не этот новогодний. Но пока что он у меня вот так выглядит. Все, до свидания. Сегодняшний обзор на этом я заканчиваю.